Всем привет, мои хорошие! Начинаю новый влог и начнем мы его с вами с осветления волос. Вот таким вот осветлителем интенсивным от Faberlic Expert Color. Артикул его 18054. Я уже брала, у меня есть видео, где мы с вами осветлялись. Мне он очень нравится, я им довольна, поэтому давайте начинать. Машинка тут полоскает на заднем фоне, не обращайте внимания. У меня уже слегка подсмылся, камера вам более темными делает волосы, чем они есть. На самом деле подсмылась моя тонировка, поэтому в принципе уже можно приступать. Хочется сравнять цвет, сделать его немножко светлей и потом обязательно, конечно, тоже буду делать тонировку, как показывала вам в одном из предыдущих видео. Кто не видел, я вам подсказочку где-нибудь здесь оставлю. Так, ну что, поехали. Я уже достала из упаковки, из одной, я не знаю, может мне одной хватит, я пока одну разведу. Потому что сейчас стрижка, коррек, как бы волосы, короче, может хватит и одной. Здесь у нас, что, что это? Что-то, оксид, господи. Осветляющая пудра, два пакетика и восстанавливающий крем-уход. Один пакетик. Перчатки были в комплекте. Я сейчас разведу в тарелочке все это дело и будем с вами наносить. Жутко вонючая смесь получается, поэтому я сейчас быстро-быстро нанесу ее на волосы и потом к вам вернусь. Сейчас хорошенечко размешаю. По проборам наношу, буду начинать вот отсюда, потому что у меня кончики светлее. А вот тут основная масса краски, да, 5-7-6, которую мы с вами до этого красились, которая вам тоже очень понравилась, она вот осталась вот в этом месте именно. И ее нужно смыть, чтобы сравнялся у нас с вами цвет. И была одна и одна. Вот такая вот получается голубая консистенция. Все хорошо размешалось. И я прям вот так буду начинать по проборам наносить. Быстренько. В принципе, я думаю, мне на такой длину может и хватит одной пачки. Если не хватит, то разведу еще. Все, нанесла уже такая рыжая, пока наносила, да. Ну, с натяжкой, конечно, хватило на всю голову, на кончики я протянула. Но они и так достаточно светлые, поэтому норму. Сейчас посмотрю, сколько буду держать. Вонь нереальная, поэтому я выбегаю из ванной. И вернусь к вам, когда закончится время. Будем с вами опять смешать тонировочку. Посмотрим, что у нас получится. Ну что, вот такая вот я рыженькая. Посмотрим, что получится по факту. Сейчас я буду наводить сразу тонировку. Сначала бальзамчиком пройдусь вот этим, а потом тонировку. Нам нужен окислитель полторашка. Активатор, точнее, у меня от Estelle. Ну, где-то... Нет, сначала шампунь давайте добавим. Все как нужно. Шампунь у меня, понтин, немножечко. Так, давай. Чтобы пенилось у нас это все дело. Вот так. Теперь красочку. Я вам показывала уже 2.0. Нужна нам для холодного красивого оттенка. У меня гарнир 2.0. Где-то сантиметр 2 я добавляю. Во. Все. Так. Теперь окислитель так же, как и краски. Активатор сантиметра 2. Вот так. Теперь добавляем водички. Чтобы у нас такая жиденькая с вами консистенция была. И перемешиваем. Это все дело щеточкой. Перемешиваем. И нам нужно это быстро нанести на волосы. Поэтому бальзам у меня будет после, наверное, тонировки. Я сейчас быстренько все это дело смываю с волос. И наношу на волосы тонировочку. Потом уже по факту вам покажу, что получилось. Быстренько вам показываю до тонировки. Чтобы вы понимали, да, что она сделает и как сработал окислитель. Такая желтенькая. Он, конечно, красивее будет на сухих волосах смотреться. Но вот что бы вы имели в виду. И тонировка. Волосы сразу практически сереют. Уже такой красивый получается оттенок. И держим мы тонировку в зависимости от того, какая у вас основа. У меня не прям блонд-блон, поэтому я буду держать минут 3-4. Если вы совсем блондинка, то вы просто нанесли на волосы и сразу смыли. Таким образом она работает. А я сейчас в минуточки 3 похожу. Еще сейчас с вами, пока волосы в полотенце, будем тестировать масочки от Сейдо. Вот эти вот, которые в покупках фикс-прайс вам показывала. С гранатом. Подтягивающие. Сейчас расскажу вам, стоит ли они того или нет. Мне больше все понравилось. Такая зеленая коробка. Не помню, как она увлажняющая, что ли. Вторые какие-то были провальные. Сейчас вот эти потестируем. Потому что цена 4 маски очень бюджетная. И есть работающие действительно, почему бы нет. А я их хранила в холодильнике. Сейчас в такую жару на лицо одеть холодненькую масочку, это вообще будет вверх. Просто счастье. Ой, так кайф одеть холодную маску на лицо, девчонки. Такой жарой это вообще. Вот смотрите, лекала какой. То есть на мое широкое лицо вполне себе. И она хорошо пропитана. Вот мы взяли с дочери сейчас две верхние масочки. Они пропитаны прям хорошо. Нижние, значит, будут еще лучше. Ну что, снимаем масочку. Долго провалялись. Снимай. О, у тебя хорошая литика увлажненная. Сейчас я на себя посмотрю, работает она вообще, нет? Слушайте, ну неплохо. За счет того, может быть, что она была холодной, еще как-то отеки, что ли, подсогнались. Потому что ночь сегодня была практически бессонная. Так здорово. Мне нравится, в принципе. Неплохой эффект по ощущениям. Такое легкое увлажнение, без утяжеления. На лето хорошая масочка. Мне понравилась. Ничем не хуже масок, которые в 3-5 раз дороже. Все, быстро остатки впитываются. Мы держали, наверное, полчаса точно эти маски. А она еще влажная, поэтому хорошо пропитана. А запах почти никакого нет. Кожа увлажненная, все, никакого кремушка, сыворотки больше. Не хочется. Так что неплохая масочка с гранатом, девчонки. Могу рекомендовать смело. Да, кожа хорошо выглядит. Вот такой, девчонки, результат. Я больше, чем довольна. Очень классно. Уложилась еще фен-щеточкой. Так все по феншую. А кончики, конечно, светлей, а не серей. А тут такой оттеночек. Даже не знаю, как назвать. Но я люблю вот такие оттеночки. Я прям очень люблю. Как вам цвет? Вот при естественном освещении, как это все дело выглядит. Мне нравится. Цвет классный получился. Тонировочку подольше я немножко подержала, потому что что-то она у меня не бралась. А так в целом все очень круто. А вот как цвет на улице выглядит. Красивый такой, благородный. Были на почте, сейчас забрали посылочки. Я, девчонки, заказала ирригатор. Сейчас покажу вам, что это такое и вообще с чем это едят. Сейчас вместе с вами распакуем. Для тех, кто не знает, что такое ирригатор, это прибор для ухода за полостью рта и зубами, или эмалью. И очень, кстати, круто. Подходит имплантантам и винирам и так далее. У меня есть впереди виниры, поэтому да. Он нужен для того, чтобы хорошо прочищать полость рта и межзубное пространство, а также эмаль. Но якобы не будет никаких пятен и чистота прям обеспечена. Мы с вами вместе попробуем. Я заказала вот такую вот модельку TF200. Ссылку я вам потом оставлю, кому интересно. Потому что я решила, что зубы делать в наше время это очень дорого. Очень просто бешеные деньги, поэтому за ними лучше ухаживать. И ухаживать с детства, ребенка приучаю и так далее. Это такая более-менее простая модель, она причем портативная. То есть две недели зарядила, две недели без зарядки она может работать. Поэтому можно с собой даже на отдых брать. Вода непроницаема, аккумуляторная батарея, легко чистить, поворот на 360 градусов. Здесь должны быть насадки еще. Так, и объем резервуара 200 миллилитров. То есть мы туда заливаем водичку и очищаем свою полость рта. Вот информация. Съемный резервуар. Так, а что здесь у нас еще характеристики. Кому интересно, свете. Сейчас мы с вами будем распаковывать, потому что мне уже не терпится. Пришел он, кстати, быстро. На него сейчас хорошая скидка на сайте, поэтому заказала именно такую модельку. Ну, а для домашнего использования, в принципе, это самое простое и удобное. Может, видели, ирригаторы у жидных врачей, да, кто к стоматологам ходит. В комплекте есть чехольчик, да, я смотрела отзывы на этот ирригатор. Прям все такие хорошенькие. То есть брать с собой куда-то, если в гости даже едете, привыкли им пользоваться. Это очень удобно. Так, инструкция у нас здесь. Ознакомимся. Гарантийный талон, по-моему, 2 года гарантии. И вот он, сам прибор. Так, сам прибор. У нас здесь, Аня, две насадки, да, я не ошибаюсь. И зарядка. То есть это стандартный USB разъем, и здесь вот такой вот. Так, я надеюсь, что он сейчас заряжен, но если он не заряжен, то заряжу и мы с вами, конечно, попробуем. Вот он, сам приборчик. Сюда будем наливать с вами чистую водичку. Я инструкцию почитаю, знакомлю. Здесь у нас с вами кнопочки, три режима, по-моему, да. Пульс, это самый сильный, нормал, софт. Так, он, он, моды, это выбор программы. Так, а это у нас что? А, это для зарядки. Видите, она закрыла водонепроницами, то есть даже... Так, это хорошо. Так, у нас с вами как-то легко вскрывается резервуар. Он легенький, кстати, я думала, будет тяжелее. И будем выбирать насадочки. Я не знаю, чем они отличаются, если честно. Надо тоже будет почитать вот такие две насадки. Ну, давайте с голубенькой начнем, а потом я почитаю. Так, куда у нас вставляется насадка? Хороший вопрос. Так, вот сюда. Я уже запуталась даже. Так, насадка. Опа, до щелчка. Все, вставила насадочку. Сейчас сольем водички и попробуем. Попали под дождь, сейчас ходили на почту, посмотрите, что у меня на голове. Зато цвет волос, девчонки, классно у нас с вами получилось. Сейчас мы будем еще делать горячее обертывание для волос. Так, а пока пробуем ирегатор. Я налила сюда водички. Так, пробуем он-офф. И струя сразу в потолок. Ёлки-палки. Я так испугалась. Девчонки. Еще крутится он, по-моему. Короче, это надо все делать вот так. Блин, еще режим надо выбрать. А, вот стоял софт. Сейчас нормал поставлю. Во, нормал. Пусть будет нормал. Пробуем. Мощно, слушайте. Языку так щекотно. Буду пробовать. Вода быстро набирается. Вообще, я инструкцию взяла. Но это по-хорошему же инструкцию нам с вами почитать сначала. А щекотно так. Губы, щекотный язык. Открыла инструкцию. Наклонив устройство вниз. То есть, вот так. Поместите насадку в рот. И прежде чем включать устройство, направьте ее в сторону зубов. Когда струя воды находится под углом 90 градусов, к деснам, вот так 90 градусов, да? Немного прикройте рот, чтобы не разбрызгивать воду, добиться наилучшего результата. Начните чистку задних зубов и двигайтесь к резцам. Направляйте струю воды вдоль линии десен. Ненадолго задерживая ее между зубами до тех пор, пока участки десен и между зубами не прочистятся полностью. Пожалуйста, отключите устройство и выльте воду из резервуара. Используйте обе руки. Держать двумя руками, в общем, лучше. Ну, понятно. Сейчас еще раз, девчонки. Попытка номер два. Так. Так страшно сначала. Слушайте, прикольно. Очищается. Мы сейчас на улице, пока гуляли, ели. Когда у тебя маленький ребенок, сейчас приходится есть на улице. И что-то вылетает. И зубки гладенькие. Потому что такая струя воды достаточно мощная. Неприятных никаких ощущений нет. Если у вас, допустим, повышенный очистительный зубов, можно тепленькую водичку наливать. У меня сейчас достаточно прохладная. Мы холодную воду покупали. Чистую. И мне комфортно. Так, еще раз. У меня вся излилась. Но приходится сплевывать. Видите? А так прикольно. То есть на одну процедуру мне вот я сколько? 120 миллилитров воды налила. 125, даже меньше. Вот я половину пока израсходовала. Слушайте, прикольная вещь. Мне нравится. По ощущениям зубки чистенькие. Между зубов я ничего не ощущаю. Но я видела, что немножко вылетает. У меня спереди венеры. Вот здесь, конечно, хорошо чистить. Потому что ты щеткой однозначно не прочистишь. Потому что межзубного пространства практически нет. Ну-ка. Слушайте, зубки гладенькие. Как будто вы почистили зубы. Почему нет неприятных ощущений? Вот я читала, не ощущения, неприятного запаха изо рта. Потому что запах изо рта зачастую бывает. Из-за проблем с желудком. Из-за того, что у нас между зубами остается пища. Даже маленький кусочек. За ночь такое количество бактерий выработает. В ротовой полости будет разлагаться. Или если вы поели что-то сахар содержащее. И как следует не почистили зубы перед сном. У вас за ночь, бог знает, что будет. Вот отсюда и берется кариес. Потому что между зубками где-то остается кусочек. Какой-то пищи. Даже микроскопический самый. И он дает нам вот такую вот реакцию. У нас портится эмаль. У нас образуется кариес. Слушайте, я довольна. Мне очень нравится. Дочь тоже ждет, не дождет. Попробовать не дождется. Прикольная штука. Довольно портативная. И вот по ощущениям все очень комфортно. Щекотно даже. И чистенько. Прямо чистенько, свежо. Не мятная свежесть, конечно, как от пасты. А вот именно чистота. Мне понравилось. Слушайте, прибор классный. Вообще супер. Я прям довольна. Так, ну что. А теперь мы с вами будем делать горячее обертывание для волос. Показываю вам ирригатор поближе. Там, кстати, на сайте есть еще моделька TF600, по-моему, называется. Она со встроенным ультрафиолетом для стерилизации. Но он более громоздкий. И работает от сети. Вот мне удобнее такой, конечно. Зарядил и пользуемся с удовольствием. Еще, почитала в инструкции, кстати, сюда можно заливать не только воду, но и различные растворы и отвары трав. Вообще отлично, когда какое-то воспаление десен и так далее. При бреке это, кстати, незаменимая вообще вещь. Мне кажется, это очень удобно. Так что вот такая вот штукенция. Кстати, это у нас марка Аклеон, правильно я, если называю, да? Я просто искала по отзывам какую-то проверенную. И это в 2020 году у них их ирригаторы были признаны товаром года. Поэтому, в принципе, я остановила именно на них свой выбор. И пока мне как бы понравилось. Буду пользоваться. Лучше посмотрю. Вообще прикольная штука. Так, теперь салонки. У нас с вами умнокератин. Горячее обертывание для поврежденных волос. На мокрые нет. Я смотрела способ применения. А, на вымытые, да. Сейчас мы с вами вымоем, подсушим полотенцем. Потом нанесем на волосы, начиная с кончиков. И будем нагревать феном в течение 2-3 минут. Замотаем голову теплым полотенцем и оставляем на 15 минут. Либо продолжаем еще 10 минут нагревать. Ну, 10 минут нагревать в такую жару, это издевательство. Я буду нагревать 2 минуты. И замотаю полотенцем. Так, все, пошла мыть голову. Мыла голову, все шампунем одним. Без масок и бальзамов. Полотенцем. Подсушиваем. Так, артикул 0508, если что. Конечно, тюбик тут ни о чем. Сейчас, наверное, за раз я его, естественно, использую. И то не хватит. На моих окрашенных, пожженных волосах будет очень наклядно. Так. Только вот где мои шапочки, я не знаю. Я, девчонки, наверное, на голову буду пакет одевать. Судя по всему. Ну, что делать? Так, консистенция. Как обычная такая сыворотка жиденькая. Для волос. Пахнет вкусно. Для меня вкусно. Как и вся серия, в принципе, умный кератин. Некоторые девчонки просто, я знаю, ее не любят. Так, начиная с кончиков, естественно, потому что на корни нам банально не хватит. Они у меня сухие, они у меня поврежденные. Два раза в недавнее время осветленные. Поэтому у меня сейчас как раз вовремя и будет очень наглядно. Хорошо бы еще прочесать, но мокрые волосы такие я прочесывать не буду. А вот эта штука, она их не разглаживает моментально. Ну, тюбик на один раз, да, вот мне, с такой длиной волос. Так что выдавила до конца, девчонки. Выдавила до конца. Как следует разносим. Одноразовый продукт, в общем. Все. Так, больше не осталось. Такой у нас драгоценный продукт. О, еще, еще чуть-чуть выдавила даже. Сейчас пойду за пакетом, пакет на голову одену. Достану фен. Все как следует вроде обработала, но вот такого эффекта моментального разглаживания, как от каких-то не смывашек, нет. Посмотрим. Красота. Требует жертв. Подсобрала их под пакет. Резинки, заколки не использовала, дабы не испортить эффект. И 3 минутки, 2 с вами будем дуть. Не включила. Все, девчонки, нагрела. Голова горячая. Прямо самый горячий режим выбрала. И одела сухое полотенце. Муж и Злата, потому что моя мокрая же. Вот. Там ходим мы с вами 15 минут. Ну, еще посмотрим. 15 минут точно прохожу. Там как пойдет. Вдруг отвлекут. Будем с вами смывать. И смотреть, стоит оно того или нет. Я вам скажу, испытание это такое, в такую жару ходить с горячей головой. Еще и в полотенце, в пакете это капец. 20 минут отходила, сейчас буду смывать. Потом посушусь и вам уже покажу конечный результат. Ну что, девчонки, посушилась я феном. Как вам результат? Напишите. Волосы просто мочалка. Просто мочалка. Они, это я феном с использованием расчески. Что было бы, если бы я им просто дала высохнуть самостоятельно? У нас гром гремит. Представляете? Это я посушилась феном, вытягивая их со специальной расческой. И это просто мочалка. Мое коре, оно как коре даже не легло. Увидите? Это просто провальный продукт. Найхудшайший бальзам ботаника в 100 раз лучше разглаживает волосы. В 100 раз лучше любой. Это просто звездец. Они топорщатся даже у корней, где более-менее здоровые. Я понимаю, конечно, у меня волосы поврежденные. Но продукт на то и направлен, чтобы волосы восстанавливать хотя бы до следующего мытья. Не берите, не тратьте свои деньги. Это вообще полный финиш. Просто мочалка. Капец. Так что на нормальных волосах, может, он, конечно, сыграет и получше. Но зачем нормальным волосам этот продукт, если они нормальные? Он нужен поврежденным. Он не делает абсолютно ничего. Я, мне кажется, пока сушила, половину волос выдрала. Потому что их расчесать просто было нереально. Сейчас, не знаю, пойду чем-нибудь кончики напитаю каким-нибудь кремом. Потому что просто, девчонки, почалка. Капец. Так что, вообще, фу, фу, фу и фу. Ну все, мои хорошие, на этом видео буду заканчивать. Надеюсь, мои отзывы были вам интересны и полезны. Все полезные ссылочки, нарегаторы, в том числе, под видео. Проходите, знакомьтесь. Я вас всех люблю. Целую. Всем пока-пока. Обязательно пишите, кто пробовал вот это горячее обертывание, как у вас. Спасибо.